Подобный жернов мы нашли в Хатынице. Это символ всех мук и трагедий белорусского народа, которого он пережил. Что случилось? Что там у вас? Нам говорят, вам пят Минск. И как разбитое зеркало, которое мы ударили молотом, здесь осколки этого расколотого разбитого зеркала. Вот еще одна фотография. Вот эта девочка, она сама себе копает могилу. Это собирательный образ. Мы не знаем даже, как ее зовут. Мы знаем только, что она белорусская. И вот как гордая, не сломленная Беларусь, потому что Беларусь с первого же дня стала оказывать самое несокрушимое, самое мощное сопротивление в зал сожженных деревень. Колодец. Страшная практика карателей, когда они бросали маленьких детей еще живыми в эти колодцы, чтобы они там погибли. И погибли в муках. Это карта всей Беларуси. Такое представляла себя Беларусь тогда, в конце 1944 года. Каждый уголек – это сгоревшая деревня. Зал мира. Бойны заканчиваются, и люди снова сеют в клетку, снова растят детей. Зерно – это не только символ возрождающейся жизни. И вот как люди, которые погибли, они тоже могли дать потомство. У них могли быть дети, могли быть внуши, но их нет. И только как колосья восходят из земли, так восходят из земли, прорастают их души. А просто как вы же историк, вот скажите вам, ну как? Единственное, что могу сразу сказать, что это действительно оригинально и неповторимо. Таких людей очень большой недостаток в войне в Украине, я это ощущаю, состоит в том, что мы показывали войну слишком киношно и не так, как было на самом деле. И когда мы столкнулись сейчас с реальными, особенно россиянами в Украине, большой контраст, какое-то противоречивое чувство. Ба, мы же в кино видели вот это, а на самом деле совсем не то. Здесь именно так, как тогда было. Именно то, что несет с собой война. Это не игра, не стрелялка, не парад. Это кровь, это смерть, это слезы детей. Да, и это не то время и место, когда погибают только враги, а мы торжествуем. Нет, погибали все. Вот это главное чувство, которое можно отсюда вынести и оригинальность этого всего. Оно впечатляет.